Я не счастливый. Помните такую детскую игру? Если сложить первые три цифры, а потом сложить последние, и они дадут одинаковое число, то билетик будет считаться счастливым. Кстати, в мое детство эти билетики действительно были счастливыми, потому что стоили всего 3 рубля. Теперь цена на проезд неуклонно растет, а качество и самое главное количество транспорта почему-то падает. В советские годы среди общественного транспорта практически не было маршруток. В основном людей возили большие автобусы, трамваи и троллейбусы. Финансировало транспорт как социально значимую сферу услуг государство. В 90-х ситуация изменилась и сегодня, в 2019-м. Автобусы, а это большая часть общественного транспорта, в частных руках. При этом с каждым годом требования к перевозчикам растут, а софинансирования нет, а местами вообще отсутствуют. Всем говорят, вы коммерческая структура, то есть перевозчикам. Вы знали, на какие риски идете. Вы сами должны зарабатывать деньги. Никто вам никаких денег, но особенно на малых машинах. Если несколько маршрутов еще, допустим, в ГЭТе, пригороде еще несколько маршрутов там осталось, которые финансируются, остальные-то не финансируются даже в городе. По мнению перевозчиков, недостаточная поддержка бюджета влечет за собой цепочку проблем. И если внутренние трудности предпринимателей нам незаметны, внешние ощущаются. По утрам люди не могут приехать на работу, а вечером уехать домой. И ждут транспорт по полчаса. Горожане жалуются на несколько маршрутов, дождаться которые все тяжелее. Это единицы, 10-й, 19-й, 20-й, 60-й, 37-й и некоторые пригородные в час пик. Проблема обостряется. Говорят, на Павловском тракте с сентября по утрам только две проблемы. Это пробки и переполненные автобусы. Люди не могут залезть с утра практически ни в один маршрут. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот, пожалуйста. И сейчас попробуем, наверное, сами. Но очевидно, что мы этого не сделаем. Вот в это время, где-то начиная с 7-ми, уехать фактически невозможно. Там либо третий, либо четвертый автобус и условия поездки оставляют желательно. 10 автобусов пропускают в своем 5 утра. Это ужас просто. На каком ездите? На 20-й, 19-й, до центра. Часто опаздываете из-за этого? Да, очень часто. Мы можем на полчаса, можем на час даже опоздать. От этого же страдают и в ближайшем пригороде, и в Новоалтайске. Все перекладывается на людей. В смысле, как на людей? Ну, раз их не увезли и на автобусе, значит, они поедут либо на такси, либо на частники. Подсчитаем. Средняя цена билета в общественном транспорте – 25 рублей. Месяц ежедневных поездок среднестатистического пассажира не больше трех тысяч рублей. А такси в одну сторону – от 100 рублей за город от 300. Если пользоваться услугами таксистов слишком часто, расходы на транспорт значительно вырастут. Но, увы, частота общественных рейсов сегодня полностью зависит от окупаемости маршрутов. И до 11 вечера ходят в основном трамваи и троллейбусы, которые принадлежат бюджетным организациям. Требования к расписанию напрямую не прописаны. Расписание должно быть у нас составлено с учетом режима труда и отдыха водителей в соответствии с трудовым законодательством. Дальше – это баланс спроса на услуги по перевозке и экономической эффективности работы маршрутов, потому что у нас все автобусные маршруты – это частные маршруты. Тем не менее, по данным Комитета по транспорту, на линии ежедневно выезжают более 700 автобусов. При том, что на некоторых маршрутах машин уже стало меньше. Их сократили, водить некому. И улучшение ситуации, по крайней мере, в ближайшие годы не предвидится. За последнее время молодежи почти не пришло. Я не помню, чтобы молодые. В основном, мы уже собирались на ассоциации, разговаривали, что, грубо говоря, сейчас доработают старики, кто будет работать дальше. То есть, ну, нехватка очень большая. Власти проблему признают. Даже говорят, что особенно страдают от нехватки кадров автобусы большой вместимости. В последние годы ситуация обострилась. Некоторые ищут выход любым способом. Никак это не решить, эту проблему. Если вы замужем, приводите мужа. Это проблема всего города. Не хватает водительского состава. Работа сложная, тяжелая, люди бегут. При этом основной причиной нехватки водителей предприниматели считают не заработок. Средняя зарплата водителя автобуса около 30 тысяч рублей. Перевозчики и городские власти уверены, люди боятся тяжелой работы. Мы решили провести часть дня с водителем автобуса и узнать у него самого, почему коллеги не стремятся устраиваться на водителей общественного транспорта. Работа действительно очень трудная. И не соблюдается режим труда с ночи до ночи. На вашем маршруте ощущается нехватка людей? Да, ощущается. Можно сказать, наверное, половина или процентов 40 стоит в автобусе. В итоге штат уменьшается, прибыль падает. И она уже не покрывает расходы на обслуживание транспорта и обновление автопарков. Зимой самые изношенные машины просто не выпускают на линии. При этом за окупаемость маршрутов отвечают сами перевозчики. А это, по их словам, возможно только с увеличением стоимости проезда. И 25 рублей за билет далеко не предел. Эта сумма лишь позволяет маршрутам держаться на плаву. У нас не обновляется парк. Вот тоже, кстати, еще один момент, почему не идут народ. Потому что трудно с обновлением, когда уже автобусы старые, уставшие. Не хотят люди тоже на старых работать. Кстати, система общественного транспорта считается убыточной практически во всех странах. Но в основном развитые государства все равно ставят финансирование автобусов, трамваев и троллейбусов приоритетом для городских бюджетов. Идеальное в этом плане государство Финляндия. И в большей степени это заслуга маркетологов. Они увеличивают продажи проездных билетов разнообразными рекламными акциями. Некоторые страны уменьшают перевозчикам налоги. То есть не оставляют частников один на один с самоокупаемостью. Поддержку, конечно, хотим ощущать. Хотя бы, мы уже говорили, в дотациях хотя бы на ГСМ. Вы посмотрите, ГСМ как скачет. Оно растет неимоверно. Прям не замечаешь, как цена поднимается. Поднимается постоянно. И даже к инфляции ее привязать нельзя. Цену на ГСМ. Во-первых. Во-вторых, конечно, хотелось бы субсидирование какое-то на приобретение, обновление автопарков. В ассоциации пассажироперевозчиков Барнаула были бы рады четким, регламентированным и, главное, партнерским отношениям с властями. Особенно с городскими, потому что федералы хотя бы делают скидки на комплектующие для автобусов и выделяют небольшие дотации. Если бы была постоянная финансовая поддержка всего общественного транспорта города, уверены предприниматели, они бы наладили расписание, устранили кадровый голод и покрыли расходы на низкоокупаемый транспорт в поздние часы. Пятилетние программы были, где предусматривалось и количество машин, и количество приобретений автобусов, и количество, там, и заработная плата, и все. С 15-го года никакой программы сегодня нет. На сегодняшний день в городе действует муниципальная программа развития дорожно-транспортной системы до 25-го года, в рамках которой ежегодно предусмотрено более 200 миллионов на поддержку городского общественного транспорта. Правда, суммы этой программы явно не хватает для 700 единиц транспорта, поэтому ее распределяют в основном на трамваи, троллейбусы, пригородные линии и частичную оплату льготников. Пока что о дополнительной поддержке ни от федералов, ни от муниципалитета речи не идет. Это проблема не одного города, а целой страны полностью поменять транспортную систему, дело не одного года. Поэтому пока что нам так и придется подстраиваться под частных перевозчиков, а не наоборот. Тем временем, один из них, Барнаул Пассажир Транс, уже подал на разорение. Это первый и десятый маршрут, и вероятнее всего, со временем они вообще перестанут ходить, и это тревожный звоночек, но возможно только для пассажиров. Поэтому затягиваем ту же пояса и откладываем деньги на такси, а еще лучше копим на собственный автомобиль. Полина Жданова, Николай Шилко, специально для телеканала ТОЛК. Продолжение следует...